Ульяновские студенты аграрии Крещенских морозов в 2020 году в Ульяновской области не будет. Ульяновский общероссийский народный фронт организовал совместный просмотр послания во дворце книги. Как это было в материале нашего корреспондента. Во всех регионах и даже в космосе. Общероссийский народный фронт организовал совместный просмотр послания президента Владимира Путина федеральному собранию. Глава государства выступил накануне ровно в полдень. Так, обращение Верховного главнокомандующего при технической поддержке Роскосмоса увидели на борту Международной космической станции. В Москве, к примеру, трансляцию организовали в аэропортах. Крутили ролики и изображения с цитатами президента. Также на медиафасадах, билбордах, вагонах метро. Нижегородцы смогли прослушать выступления на стадионе. А представители власти, общественности, спортсмены и политологи Ульяновского региона объединились в зале областного дворца книги. Правы оказались те многочисленные политологи-аналитики, которые предполагали, что президент начнет и главный акцент в послании адресует вопросам внутри страны. Прежде всего вопросам социально-экономическим. Для каждого гражданина именно демографические показатели, как количественные, так и качественные, всегда были неким очень важным индикатором того, что страна развивается. Хочется отметить, что Владимир Владимирович впервые обращается к федеральному собранию в начале года, дабы сразу обозначить позицию, решать стратегические задачи. В этот раз президент действительно решил начать послание с демографии. От того, сколько детей родится в России, зависит многое, подчеркнул Путин. Так он предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет с 1 января этого года. Средним выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц. Продлил программу материнского капитала до конца 2026 года и увеличил сумму при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч. Также почти полмиллиона женщин начнут получать за первенца. А всех учеников с 1 по 4 классы школ Владимир Владимирович обязал обеспечить бесплатным горячим питанием. Есть логика тоже и характерная для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Вот мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Бесплатное качественное питание в школах должно быть введено с 1 сентября, добавляет Владимир Путин. Он также отметил важность роли учителя, поэтому ввел доплату классным руководителям не менее 5 тысяч рублей. Это одна из мотиваций, которую будут педагоги, наверное, вкладывать. Они не так, как вкладывают душу в детей, а у них будет прямая мотивация работать более искренне, более отдачливо с нашими детьми. В своем выступлении президент также упомянул национальный проект «Культура», реализация которого началась в прошлом году. В частности, на оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств страны направлено 8 миллиардов рублей. Ульяновская область принимает участие, как и вся страна, в национальном проекте «Культура». И мы, в частности, в 2020 году получим из федерального бюджета более 17 миллионов рублей на оснащение 4 детских школ искусств музыкальными инструментами. Следующим этапом для нас станет 2022 год. Мы также получим из федерального бюджета на оснащение еще 4 школ. Совместный просмотр Российский народный фронт организует второй раз. Впервые общественники, политики и жители встретились в таком формате, когда Владимир Владимирович в конце декабря отвечал на вопросы журналистов. Тогда акцию совместного просмотра ежегодной пресс-конференции поддержали 100 активистов. Прежде всего должны осознать, что сказал президент и какие поставил задачи, как они варьируются с национальными проектами, которые определены в суперуказе от 7 мая 2018 года. И после этого мы уже в штабе определим, какие направления мы будем решать именно касаемо демографии, здравоохранения, образования. Представители регионального штаба ОНФ помимо Дворца книги организовали совместный просмотр послания в районах Ульяновской области. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Сегодняшнее утро для ульянских автолюбителей и пешеходов выдалось тяжело. Из-за перепадов температуры и осадков дороги между районами области превратились в гольный лед. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Корсуна в Ульяновске, справился с управлением и улетел в кювет. С текущей ситуацией разбирались в правительстве на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации. В правительстве провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили обстановку на дорогах региона. Сегодня ночью и утром во многих районах Ульяновской области выпал мокрый снег с дождем, а при минусовой температуре на дорогах образовалась гололедица. Как результат, многие автобусы так и не выехали за пределы населённых пунктов. Были отменены междугородние рейсы в ряде муниципалитетов. Не обошлось без ДТП. В Корсунском районе слетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус. Пострадало 13 человек. Двоих госпитализировали. Обязываю всех взять под личный контроль проведение работ по борьбе с этим природным явлением. Дорожные службы, коммунальные службы – все должны работать до тех пор, пока не будут выполнены все мероприятия, чтобы обеспечить безопасный и проезд, и пешеходное перемещение на территории всех муниципальных образований. Совместно с ГИБДД было решено приостановить движение ряда автобусных маршрутов, как от Ульяновского автовокзала, так и на автовокзалах районных центров. Как отметил Андрей Тюрин, с пассажирами, кто уже приобрел билеты, необходимо провести разъяснительную работу и обеспечить горячим питанием. Дорожная ситуация будет отслеживаться в течение всего дня. По информации синоптиков, местами пройдут осадки, а температура удержится на нулевой отметке. В Кузоватово обнаружены кабаны, инфицированные вирусом африканской чумы. По результатам лабораторных исследований в патологическом материале, отобранного отпавших диких кабанов, выявлено ДНК вируса африканской чумы. Произошедшее обсуждали в правительстве. По информации, представленной главным ветеринарным инспектором Ниной Пелевиной, во время заседания Чрезвычайной противоэпизодической комиссии, четыре павших диких кабана были обнаружены на территории 8-го квартала Налейкинского лесничества Кузоватовского района 11 января. По результатам лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от павших диких кабанов, выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней. Мы не ставим окончательный диагноз на территории Ульяновской области. По законодательству Российской Федерации пробы были отправлены в город Владимир, Всесоюзно-научно-исследовательский институт защиты животных. Именно за ними сегодня законодатель определил право окончательного диагноза наличия вируса африканской чумы свиней или нет. 15 числа мы получили этот протокол заключительный о том, что данный диагноз подтвержден. В настоящий момент наложены карантинные мероприятия на очаг африканской чумы. По словам главного ветеринарного инспектора, под первую угрожаемую зону не попали населенные пункты, а это значит, не пострадают животноводческие хозяйства. И там, в общем-то, численности 160 голов свинопоголовья. Но, проведя расследование, мы приняли решение, что будет эпизодический очаг, и данное население сегодня не попадает под изъятие свинопоголовья. Проведем дополнительное мониторинговое исследование. Нужна, конечно, широкая разъяснительная работа. Ну и в целом, я думаю, в течение месяца окончательное мероприятие по ликвидации эпизодического очага мы проведем. Заметим, что найденные трупы животных – не первый случай в Ульяновской области. Минувшим летом также был введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Кузоватовском и Барышском районах. Но ограничительные мероприятия в данных районах действуют и сегодня. Согласно указу губернатора, они будут сниматься только лишь в начале февраля. И первый вопрос совещания был посвящен исполнению данного указа. Во второй угрожаемой зоне очагов АЧС на территории Кузоватовского и Барышского районов проводилось регулирование численности кабана с целью приведения его популяции до 0,25 головы на 1000 гектара охоты угодий. Было сформировано 7 бригад охотников из состава местных охот коллективов, в которые вошло в общей численности 50 человек. Данные бригады работали у нас на территории Кузоватовского и Теренгульского районов, а также в Барышском и Николаевском районе. Участники совещания также отметили, что были немало удивлены, почему в одном месте найдено сразу 4 трупа кабанов, пораженных чумой. Как правило, их встречают единично. По этому поводу будет проведено отдельное расследование. Специалисты предполагают, что не обошлось без участия человека. После уточнения данных будет проведена дезинфекция машины, в которой проводилась перевозка опасного груза, и одежда людей, участвовавших в данной перевозке. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Гайдаровский форум – это международная научно-практическая конференция в области экономики, которая ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. В этот раз центральной темой форума стала поиск ответов на главные вызовы, которые ждут Россию и мир в новом десятилетии. В том числе тема альтернативной энергетики. О том, какую роль она играет для ульяновцев в нашем материале. В рамках Гайдаровского форума, который проходит в Москве, соглашение о сотрудничестве подписали Сергей Морозов и руководитель подразделения электрооборудования компании АББ Александр Прудников. Компания, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации, поможет ульяновцам развить зарядную инфраструктуру для электромобилей. Зарядные станции будут построены не только в областном центре, но и по всему региону. Мы сейчас активно начинаем строить у себя в регионе специальные станции по зарядке электроавтомобилей. Мы приняли ряд закоров, сейчас готовим еще несколько нормативно правовых документов, которые будут позволять человеку, который захочет иметь чистый электротранспорт, чувствовать себя максимально комфортно. Также стороны договорились развивать проекты, направленные на внедрение прогрессивных решений в электрификации. По данному направлению специалисты компании проведут в Ульяновске ряд образовательных семинаров. Ульяновская область давно известна своим инновационным подходом в плане взаимодействия с инвесторами. Работает, успешно функционирует особая экономическая зона, успешно развивается автомобилестроение. Первый электропарк открыт как раз на территории Ульяновского региона. И данный тренд продолжается. Безусловно, подобного рода подходы региональные, они привлекают высокотехнологичные компании для того, чтобы на этих площадках, собственно говоря, и применять новые инновационные технологии, повышая эффективность инфраструктуры производства. Напомним, Гайдаровский форум проводится уже в одиннадцатый раз. А главная цель – привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению социально-экономических и политических проблем. Анна Тищенко, Новости Управда ТВ. Аграрный университет – один из ведущих вузов Минсельхоза России и входит в число лидеров по патентам. В вузе функционирует единственная в России умная ферма. На площадке студенты работают с крупным рогатым скотом, выращивают рыбу и делают сыры. Мои коллеги об интересном проекте. Бассейны для разведения рыб – помещение для содержания животных с новейшим оборудованием производства сыра. Это не описание сельскохозяйственного предприятия, а будни студентов Ульяновского аграрного университета. На базе учебного учреждения создали уникальный инновационный проект «Умная ферма». Ее на днях презентовали губернатору Сергею Морозову и главу муниципалитетов. «Умная ферма» – это учебный комплекс для содержания крупного рогатого скота и доения молока. Идеальные условия созданы для десяти буренок. За ними следят не только студенты и преподаватели, но и система «Каус-каут». Это программа распознавания крупного рогатого скота. Через компьютер или смартфон студенты получают полную картину состояния животных, данные активности, трудности после оттела, поедание корма, состояние здоровья. Здесь полностью все освоения всех технологий. То есть от начала ухода за животными и от получения молока. Молоко у нас качественное получается. Жирность молока на сегодняшний день составляет 4,5%. Молоко, которое дают буренки, также пустили в дело. В учебно-технологической лаборатории сырье перерабатывают в кефир, сметану, творог, сыр и масло. Всего 12 наименований. Причем названия продукции получили очень символические. Например, молоко университетское и сыр доцентский. Таким образом, вуз самообеспечивает себя молочными продуктами. К тому же студенты получают неоценимый опыт в работе. В такой ферме вузов в Минсельхоза системы нет. Ни в какой которой работали. Тимилязики запускали, и на цвет она постояла просто пустая. Но и это еще не все открытия. Вот уже 4 года в университете работают лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры, где выращивают самую быстро растущую рыбу в мире – африканский клариевый сом. Товарного вида рыба достигает всего за год, когда, как в природе, процесс занимает 3-4 года. Если посмотреть на африканского клариосома, то можно сразу заметить, что за полгода он наращивает биомассу свыше полутора килограмм. Ни один из видов рыб такой биомассы за такой короткий промежуток времени не достигает. Мясо африканского сома обладает высокой пищевой ценностью. Это продукт функционального питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме сома в бассейнах лаборатории обитают белуги, стерляди и осетры. По словам заведующей, вся работа началась с двух надувных бассейнов. Сейчас же в лаборатории работают установки замкнутого водоснабжения, инкубационный цех, УЗИ-аппарат. Лаборатория аквакультуры и умная ферма – это демонстрационные площадки возможностей, которые могут реализовать фермеры Ульяновской области. Сотрудники заверяют, за помощью по вопросам животноводства и рыболобства к ним могут обратиться любые начинающие фермеры. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Улправда ТВ. Его называют отцом города и строителем. Почетный гражданин Ульяновской области Георгий Полнов – участник в Великой Отечественной войне. Всю жизнь Георгий Федорович посвятил партийной работе. При его активном участии в Димитровграде были сданы в эксплуатацию крупные объекты научно-исследовательского института атомных реакторов НКЦ имени Славского, комбинат технических СУКОН и ДААС. О нем вспоминают сегодня жители Димитровграда с благодарностью. С конца 70-х годов прошлого века знакома с Георгием Полновым, тогда еще пионер-вожатая школа номер 19, а сегодня заместитель, председатель Совета ветеранов города, первый директор, хранитель музея, учитель русского языка и литературы Елена Пемякова. Педагог вспоминает о любви Георгия Федоровича к городу и Ульяновской области, об умении организовать и повести за собой горожан, о его отношении к людям, независимо от статуса, возраста и всего прочего. Доступно к нему можно было обратиться с любым, это я тоже знаю вопросом, бытовым, на уровне развития города, потому что он тоже сделал очень много. Как руководитель города Георгий Полнов много внимания уделял развитию промышленности, капитальному строительству и благоустройству, строительству и реконструкции учреждений образования, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Много сил и энергии отдавал завершению строительства объектов НИАРа, строительству ДААЗа, фабрики Олимп, нового мясокомбината, кинотеатра Меликес, стадионов «Строитель» и «Старт», НКЦ «Октябрь», возведению монумента «Славы» и других объектов города. За эти годы были построены семь школ, открытые три техникума – молочной промышленности, машиностроительный и сельскохозяйственный. Были построены здания «Дитуда» СПТУ-11, введены в строй медицинские учреждения, городская поликлиника, туберкулезный диспансер, городская больница, ряд новых аптек, стоматологическая поликлиника, роддом МСЧ «ДААЗа». Построены десятки многоэтажных жилых домов. Масштабы развития города были поистине грандиозными. Объем промышленного производства увеличился в восемь раз, и это в условиях стабильности цен. 13 лет рука об руку проработал вместе с Георгием Федоровичем Владимир Писарчук. В то время Владимир Сергеевич возглавлял портком «ДУСА». Он считает, что прошел хорошую школу управления, школу жизни. Георгий Федорович, я думаю, может гордиться тем, что вот этот небольшой быт на сего начала работы город Меликес стал таким промышленным, хорошим, индустриальным, развитым центром. Он же и при нем получил новое имя, он же при нем орден получил, что вообще-то для городов, городков такого масштаба было не очень часто. Владимир Писарчук вспоминает, за 13 лет работы под руководством Георгия Полного он ни разу не отругал меня. Устроил свои отношения таким образом, что было чрезвычайно неприятно, неудобно, неловко, какие слова можно подобрать, подвести его, например, как конкретного руководителя в каких-то делах или в каких-то поручениях, которые от него получали. Чувство долга и ответственности за горожан и город – главные черты почетного гражданина Ульяновской области Георгия Полного. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок, Демград24, специально для AllPravdaTV. Практически на всей территории средней полосы России наблюдается непривычно теплая для зимы погода, без традиционных январских морозов. Российские синоптики уже заявили, что это чуть ли не самая теплая зима за всю историю наблюдений. Придет ли в наш регион настоящая русская зима и каких сюрпризов ожидать в ближайшие дни корреспонденты Демград24 решили выяснить у деметровградских синоптиков. Мне кажется, в данных погодных условиях очень приятно находиться, без перчаток, спокойненько ходишь, руки не мерзнут, нос тоже не красный. На календаре январь, но русской зимой, к которой привыкли жители нашего региона, как говорится, даже не пахнет. Днем отметка на термометрах не опускается ниже минуса 4 градусов, а порой и вовсе показывает непривычный для середины зимы плюс. Многие горожане сменили теплые вещи на демисезонние куртки и шапки. Один-единственный раз помню, это было очень давно, тогда снег выпал тоже под Новый год примерно, но это было, как я сказал, уже очень давно. Непривычно, действительно непривычно видеть такую зиму сейчас. Погодные условия, конечно, изумительные. Такое ощущение, что конец марта. У нас такой январь получается. Насколько вот я вот помню, такого не было. Были новогодние ночи теплые, но на продолжение дальше, после Нового года, конечно, нет. Это очень тепло. Мне лично комфортно. По словам синоптиков, такая температура воздуха действительно больше характерна для начала марта. Зима у нас в этом году довольно теплая. Вот только первая половина января у нас уже выше, температура воздуха выше климатической нормы на 7-8 градусов. Также, если посмотреть на статистику, то аналогично непривычная теплая зима в Демитровграде была зафиксирована в 2014 году. Кстати, и уровень снега в этом году не дотягивает до нормы. Средняя высота снега у нас сейчас по городу в районе 18 сантиметров. А по норме на эти дни у нас должно быть где-то в районе 25-28 сантиметров. Что касается крещенских морозов, то в этом году их тоже не будет, уверяют синоптики. Правда, делают оговорку. Минусовать температуру на территории Ульяновской области все же установится, но не раньше февраля. В ближайшие дни все-таки ожидаются осадки в виде снега, мокрого и с дождем. Наталья Абанина, Виталий Немов. Специально для Улправды.ру из Демитровграда. 17 января в Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности. По данным гидромедцентра, ожидается сильная гололедица. Температура днем составит 2 градуса со знаком плюс. Ветер западный 7-10 метров в секунду. Возможно, мокрый снег с дождем. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале улправда.ру 18.50. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!